Передача показаний с приборов учета через ящики, расположенные в подъездах многоквартирных домов в северной части, невозможно. Отказаться от такого способа сбора данных по расходу холодной и горячей воды потребителей Полевская коммунальная компания решилась после того, как расчетный центр «Урала» внедрил современные телефонные и интернет-сервисы. Мы принимаем показания по холодной воде, горячей воде и отоплению. Принимаем показания по трём телефонам в период с 14 по 19 число. Один телефон многоканальный, то есть там можно передать показания и специалисту, и на автоответчик наговорить. И два телефона, которые у нас установлены в офисе в представительстве, один телефон тоже самое, как автоответчик работает, второй телефон, там принимают специалисты. Многоканальный телефон работает круглосуточно и даже в выходные или праздничные дни, а это значит проблем с передачей данных возникать не должно. Приём показаний мы проведём с 14 по 19 число, это в целях своевременного и корректного начисления. Соответственно, независимо это выходной день или нет, вы можете, как жители могут, передавать показания и обратиться к нам в офис на Ленина 11, там приёмы, выходные ведут специалисты. Для передачи надо указать или свой адрес, или номер лицевого счёта и показания, то есть холодная вода такие-то показания, горячая вода такие-то. Если там несколько приборов учёта, ну четыре, соответственно, мы уже в программе тут сами уже смотрим, автоматически у нас подгружаются. Второй вариант – это передача данных через интернет-сервисы. На сайте расчётного центра «Урала» мобильное приложение «Совет Юлии Дмитриевых» лучше завести личный кабинет. Это позволит видеть полную картину расхода энергоресурсов. Кроме этого, при обращении в офис расчётного центра можно оформить и рассылку на электронную доставку квитанций. Надо подойти к нам в офисы или также зайти в личный кабинет. Там есть вопросы-ответы. Туда написать, переложить пакет документов, то есть написать заявление. Пакет документов составляет это паспортные данные и документы на право собственности. Не забыли в расчётном центре «Урала» и про старшее поколение полевчан. Специально для них показания по воде принимают и специалисты центра при личном обращении в городские офисы компании. Уточняем, что расчётный центр «Урала» принимает данные по расходу горячей и холодной воды от жителей северной части, абонентов ПКК и за горячую воду от потребителей услуги ПКК «Энерго», то есть тех, кто проживает в южной части Полевского. Что касается электроэнергии, то здесь также существует несколько вариантов передачи данных со счётчиков. Первый – это дистанционно на платформе сайта «Энергосбыт плюс». Второй способ – по телефону. Звонить можно напрямую в «Энергосбыт» или в свою управляющую компанию. Можно электричество передавать по стационарным телефонам, которые и раньше функционировали. Это два телефона 333-02 и 406-88. Принимаем показания постоянно, не в определённый срок какой-то, а приём показаний постоянно. Стоит сказать, что ПКК – одна из первых активно включилась в процесс цифровой трансформации. Сегодня и управляющая компания, и абоненты переживают процесс адаптации к новым правилам. Есть сложности, но все они решаются в рабочем порядке. Собравшиеся говорят о необратимости внедрения современных технологий. Цифровая трансформация обозначена и в указе президента Российской Федерации как один из приоритетов стратегии развития страны до 2030 года. К примеру, сегодня для удобства населения активно развивается платформа госуслуги ДОМ, которая объединила все коммунальные и ресурсоснабжающие компании. Это действительно удобно, потому что можно передавать всю информацию по показаниям учёта, можно оплачивать все квитанции, выставленные счета, и также можно проводить собрание собственников в электронном формате, и в том числе обращаться в управляющую компанию. Скачать приложение госуслуги ДОМ можно в Apple Store или Google Play. После этого необходимо авторизироваться через подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Процессу цифровизации сегодня явно не хватает активности общества. Коммунальщики призывают полевчан стать более инициативными гражданами, ведь дистанционные сервисы – это норма жизни. Ксения Бладенкова, Сергей Чижов, Алексей Карипанов, Новости 11 канала.